Продолжаются расширенные сессии советов поселений. Наша съемочная группа побывала в Коржевском сельском поселении, где депутаты местного совета и все собравшиеся выслушали доклад о том, что здесь было сделано по всем направлениям. В работе важной для поселения сессии участвовали заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко и представители всех необходимых структурных подразделений и заинтересованных служб. Хутора Коржевского сельского поселения расположены невдалеке от границы Славянского с Темрюкским районом. Здесь проживают 3860 жителей, которые любят свою малую родину. Коржевский благодаря их труду красивый и благоустроенный по кубанским меркам хутор. Администрация поселения старается держать марку Коржевского на подобающем уровне. В отчете главы поселения было сказано, что казна получила за год доходов более 29,5 миллионов рублей. Деньги расходовались прежде всего на социальные нужды и благоустройство. В 2022 году в рамках программы государственного права развития и силы экономики в дороге государственного края провожали новый декор в улице Зеленой, школа номер 19 в улице Перемьерской. Финансовая поддержка депутата законодательного собрания Виктора Васильевича Чепановского на сумму 150 тысяч рублей давали в научность установить искусственные неровности на автомобильной перегрузке автомобильной дороги по улице Зеленой, угол Морокожина. Финансовая поддержка депутата законодательного образования Ставинского района в районном обучении Семьерковского позволила принять участие в регистрации в программе развития и велосипедных дежурных и обустроенных властей на том, что Кизунской данной велосипедной. Также в отчетном докладе было рассказано о проделанной работе в коммунальном хозяйстве, обслуживании граждан, сфере культуры, молодежной политики, прозвучали слова благодарности в адрес всех, кто поддержал социально-экономическое развитие поселения. Глава Коржевского сельского поселения Людмила Трегубова отметила, что были решены поставленные задачи. Мы постарались все задачи, которые ставили в прошлом году, выполнить их еще больше и сделать наше поселение следующее. Многое сделали по благоустройству. И сейчас видите, что у нас намного чище стало с контейнерами, которые мы поставили отдельно. Уже доступ к жителям контейнеров стал свободнее, ближе. Поэтому и больше проявляет стало. Затем прозвучали вопросы от жителей поселения. Они касались двух основных тем. Качество и своевременности медицинского обслуживания и необходимости ремонта сельского дома культуры. На все вопросы были даны подробные ответы. Работа главы и администрации сельского поселения на сессии была признана удовлетворительной.